Разработка месторождений природного газа в регионе по-прежнему планируется властями. Разговоры о газификации края пока звучат фантастично, однако обсуждаются на высшем уровне. Мы сегодня затронули вопросы, связанные с использованием местных ресурсов. И здесь перспективы интересные. Практически все доклады, которые прозвучали, говорили о том, что проявление углеводородных ресурсов, сырья на этой территории есть. Не совсем корректно сказал, а предположение о наличии есть. И работы велись достаточно давно. Для разработки месторождений газа планируется использовать небольшие компании, чтобы в первую очередь газифицировать населенные пункты. Комплексный проект «Полигон трудно извлекаемых запасов» планируется создать в Анонской впадине. Те перспективы, которые сейчас есть, они вполне удовлетворят Забайкальский край. Для чего-то более, для каких-то более глобальных проектов пока сложно. И вот Сергей Ефимович проведет у себя совещание, поскольку он очень широко знает эту отрасль. Пригласим туда вот этих вот недропользователей средних. Хорошая новость от министра. Скоро в Забайкале будет создан национальный парк «Кадар». Он уже включен в федеральный план по созданию особо охраняемых природных территорий. Документация будет готова в 2016-м. Пока Забайкалье находится на последнем месте в Сибири на Дальнем Востоке по площади особо охраняемых природных территорий в регионе. На мой взгляд, объект достаточно интересный. И я уже завтра, когда буду в министерстве, еще раз уточню, в каком состоянии подготовки документов для издания соответствующего документа правительства о создании национального парка. То есть, в принципе, на самом деле, я думаю, нужно выходить уже на прямую, где этот нацпарк будет уже так же, как совсем недавно, текой, будет создан. Планируется, что в нацпарк войдут частью Дакана и зона БАМа. Он будет граничить с Витимским заповедником в Иркутской области.